В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Яна Зарипова. Здравствуйте! Компания друзей, уютный плед, теплый напиток и любимые песни. Напротив ЮРГУ состоялся традиционный гитарник. В завершении учебного года студенческий совет Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ провел мероприятие для всех любителей гитарной музыки на природе. В аффитеатре сквера напротив нашего вуза собрались студенты, которые не прочь отвлечься от учебных будней и весело провести время. Ежегодно студенческий совет СУЗГУМа проводит пикник, который посвящен тому, что приходят первокурсники, мы хотим их интегрировать во внеучебную деятельность. И в конце года появилась идея сделать подобное мероприятие уже для адаптированных первошей и не только первошей и как-то развлечься перед сессией. На гитарник были приглашены ребята из музыкального клуба ЮРГУ. Музыканты принесли свой инструмент и подготовили репертуар. Среди песен прозвучал рок, хип-хоп, популярные русские песни 90-х и современная музыка. С этим мероприятием мы познакомились еще год назад, в прошлом году, в прошлом семестре. Это был пикник. И энергетика СУЗГУМовских студентов меня очень сильно покорила. Тогда я еще не был гитаристом, только вокалистом. Мне захотелось как-то научиться играть на гитаре, чтобы просто снова получить тот же драйв, который отдает студенты СУЗГУМа. На музыкальном мероприятии присутствовали студенты всех курсов. Они дружно пели песни, участвовали в конкурсах, разделившись на команды. Одним из интерактивов стало задание нарисовать ассоциативный рисунок к гитарнику. Пришел на это мероприятие, потому что очень люблю атмосферу командного взаимодействия, командную игру и веселье. Полностью оправдывает каждый гитарник мои ожидания, потому что юмор, веселье все содержит. Организация на высшем уровне и призы радует. По словам организаторов, данное мероприятие планируется проводить ежегодно. Возможно, это станет новой традицией для студентов Южноуральского государственного университета. Ровно месяц остался до старта приемной кампании во всей России. Абитуриенты ЮРГУ могут выбрать до 10 направлений, как контрактной, так и бюджетной формы обучения. С 20 июня 2022 года во всех университетах страны, в том числе ЮРГУ, официально стартует работа приемной кампании. Как и ранее, за абитуриентом сохраняется право подать заявление на участие в конкурсном отборе на бюджетные места в пять вузов Российской Федерации. На данный момент есть четыре способа подать документы на обучение. Прийти лично в приемную комиссию, онлайн через сервис на сайте университета или портале госуслуг, а также отправить почту России. Для поступления достаточно иметь паспорт, аттестат и СНИЛС. При возможности абитуриент также может принести документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. Для тех, кому необходимо пройти творческие испытания, срок подачи документов самый ранний – до 9 июля. Абитуриенты, которые поступают по результатам внутренних испытаний, могут подать документы до 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ, до 25 июля. С этого года учиться в Южноуральском государственном университете можно со скидкой до 30%. Также приятным бонусом являются стипендиальные конкурсы. Студенты теперь могут получить вознаграждение к стипендии в размере 3000 рублей в первом семестре. Всю подробную информацию о поступлении в ЮРГУ можно узнать на официальном сайте ВУЗа и портале для абитуриентов. В ЮРГУ завершилась пятая студенческая научно-техническая конференция «Астероидная безопасность». В ней приняли участие аспиранты, преподаватели, студенты и школьники, а также представители предприятий-партнеров, занимающиеся разработками в аэрокосмической отрасли. В Южноуральском государственном университете состоялась пятая студенческая научно-практическая конференция «Астероидная безопасность». В течение трех дней студенты аэрокосмического факультета представляли свои разработки, обеспечивающие безопасность нашей планеты от небесных тел, в частности астероидов. Работы ведутся достаточно интенсивно, и, конечно, для нас очень важно, чтобы ребята видели результаты полугодовой работы. В этом отличие этой конференции от обычных научно-технических конференций, когда годовые вот такие циклы, в течение года люди работают, а потом докладывают свои результаты. Мы идем другим путем, почему? Повторюсь, что работа достаточно интенсивно ведется. Это связано с выполнением целого ряда проектов, которые выполняются на аэрокосмическом направлении. Главное из них это по демонстратору, демонстратор двигательных установок, систем управления для того, чтобы получить результаты по технологиям изготовления, создания, разработки и так далее. Ракеты-носители одноступенчатой будущего поколения, то есть полностью возвращаемой, таких ракет еще нет в мире. Современной науке нужны специалисты, которые могут обнаружить космические объекты и предотвратить опасную ситуацию для населения планеты. В этой области работают студенты аэрокосмического факультета ЮРГУ. Они создают проекты, разрабатывают систему аппарата ракетоносителя и других систем обеспечения безопасности от астероидов и представляют их на конференции «Астероидная безопасность». Основные результаты, которые будут представлены на конференции, это результаты деятельности Молодежно-классовского бюро «Астероид», которые входят в структуру Политехнического института ЮРГУ. Многие доклады будут связаны именно с теми проектами, которые реализуются у нас на аэрокосмическом направлении в рамках проектного обучения. То есть это, прежде всего, проекты по разработке ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой ракетоносителя с их лёгкого класса, универсальной космической платформой. Студент аэрокосмического факультета Данил Бельчиков, например, создал модель форсунки для жидкостного ракетного двигателя. Молодой человек разработал надёжную методику для учебных целей для того, чтобы избегать экспериментальных исследований. Теперь его проект можно использовать как базу для дальнейшего более глубокого научного исследования. Молодые учёные создают не только научную базу, но и проектируют конкретные составляющие ракет. В целом, как бы, общее такое, как бы, аэрокосмическое направление. Ну, естественно, что в ней принимают участие какие-то ребята, которые ведут какие-то большие проекты. И это не первый год происходит, поэтому они, как бы, по мере разработки тех или иных узлов, агрегатов, ну, изделия в целом, они докладываются во своих успехах. Помимо вклада молодых учёных ЮРГУ в космическую отрасль России, студенты получают навыки научной дискуссии и возможность упубликовать статью в сборнике докладов, который войдёт в базу данных РЕНС. Студенты презентовали инновационные решения экспертам аэрокосмической отрасли в течение трёх дней. На конференции присутствовали представители бизнеса и компаний-партнёров ЮРГУ. Благодаря возможности показать свои разработки профессионалам и заявить о себе, студенты могут легче трудоустроиться в крупную компанию после окончания вуза. Волонтёры фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций прошли первое обучение. Занятие прошло в актовом зале нашего университета. С 3 по 8 июня в Челябинске впервые пройдёт фестиваль «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. В регионе ведётся активная подготовка к мероприятию. В рамках трёхнедельной образовательной программы для волонтёров студ весны прошла ориентационная встреча. На ней добровольцы познакомились с организаторами мероприятия, а также разделились по девяти направлениям волонтёрской деятельности. Команды вместе со своими тим-лидерами обсудили направление работы и приступили к выполнению первых задач. О важности работы с волонтёрами рассказал руководитель фестиваля, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Я уверен в том, что волонтёры – это всегда лицо любого мероприятия. Потому что, когда гости к нам приезжают, спортсмены, или в данном случае ребята, такие же, как вы, из других регионов, конечно, они первым делом, вы их встречаете в аэропорту, на железнодорожном вокзале, вы встречаете наших гостей, вы улыбаетесь, вы создаёте настроение. И благодаря волонтёрам, вот этому лицу любого мероприятия, складывается впечатление у всех наших гостей, в общем, о нашем городе, о том, как мероприятие проходит, о том, какие вопросы вы помогаете решать. «Горы возможностей» – именно так звучит лозунг фестиваля. По словам организаторов, возможности получат не только участники «Сто двесны», но и её волонтёры. На фестивале добровольцы смогут завести новые знакомства, прокачать свои навыки, а также получить новые знания и опыт. Отметим, что к работе над мероприятием готовятся волонтёры со всей России. Для них первое обучение прошло в онлайн-формате. Студенты Юридического института ЮРГУ встретились с сенатором Челябинской области. Подробности в нашем сюжете. В феврале 2022 года ЮРГУ, Общественная палата региона и сенатор Российской Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова подписали соглашение об организации и проведении конкурса научно-исследовательских работ студентов «Мой законопроект» в контексте национальной безопасности. К участию пригласили студентов Юридического института ЮРГУ. Для того, чтобы лично встретиться со студентами в ВУЗе и рассказать им о проекте, Маргарита Павлова приехала в ЮРГУ. Для нас очень важно слышать волос молодёжи, потому что это наше будущее, будущее нашей страны. Как это ни пафосно не звучит, но это учителя, юристы, это те люди, кто уже завтра станут у руля. Поэтому важно, чтобы студенты умели критически мыслить, умели к законотворчеству подходить с рациональным мышлением. Конкурс проводится по нескольким направлениям. Безопасность и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, экономическая безопасность и информационная безопасность. На первом этапе студенты пройдут обучение, затем, после отборочного тура, участники попытаются разработать свои конкурсные проекты. В финальном этапе будущие юристы публично защитят свои работы на пленарном заседании Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки». Мы предлагаем те темы, которые имеют большое практическое значение сейчас для нашей страны. Мы все понимаем, в какое непростое время нам приходится жить. И мы понимаем, что угрозы национальной безопасности, они в том числе проникли в наше законодательство. И нам важно, чтобы уже сейчас юристы видели эти угрозы и понимали, к чему эти угрозы могут привести в будущее. Подведение итогов и награждения состоится в правительстве Челябинской области. Победителям конкурса будет представлена возможность провести день с сенатором. Они смогут побывать в Москве и посмотреть на работу изнутри. Школьники Челябинской области посетили военно-учебный центр ЮРГУ. Им провели экскурсию, показали военную технику, а также рассказали, чему обучаются студенты. Военно-учебный центр ЮРГУ посетили школьники из села Койлга. На встрече их познакомили с военным бронетанковым оружием, которое находится в центре. Рассказали о дважды Героя Советского Союза Семене Хохрякове и провели мастер-класс по сборке автомата. Я полагаю, что они сегодня с интересом, с удовольствием познакомились с нашей материально-технической базой, которая, в основном, является одной из самых лучших в стране. То есть, в общем-то, когда к нам приходят дети, ну, наверное, я не поблюсь этого сказать, что с первого по 11 класса все они получают просто великолепные впечатления. Я нисколько не сомневаюсь, что и сегодняшняя экскурсия пойдет именно так. И военный учебный центр, и школу из села Койлги объединяет то, что они носят имя дважды Героя Советского Союза, майора Семена Хохрякова. Мы с ребятами очень много путешествуем. Были в Чебаркульской дивизии, в нашем летном училище. Но впервые нам предоставилась такая уникальная возможность побывать в этом учебном центре по приглашению руководства. И нас связывает память о Хохрякове, потому что именно у нас Хохряков родился Семен Васильевич, в Копейске учился, и военному центру присвоено его звание. Поэтому дети впервые вот так близко посмотрят военную технику, дотронутся руками даже до оружия. Поэтому это замечательно. По словам организаторов, военно-политическая работа среди граждан и работа по военно-профессиональной ориентации молодежи – одна из главных задач военного учебного центра ЮРГУ. На стадионе имени Елены Елесиной в 53-й раз состоялся традиционный праздник – ЮРГУ спортивный вуз. Каждый год в мероприятии участвует порядка трех тысяч человек. После торжественного открытия главными событиями праздника стали легкотлетическая эстафета «Технополис», олимпийский забег преподавателей и сотрудников университета, а также массовое выполнение норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Вот такой масштабный проект изначально был придуман, как легкотлетическая эстафета на призы газеты «Технополис», а потом уже переросла с 2019 года в праздник ЮРГУ спортивный вуз. Сегодня плюсом идет, во-первых, пролог, действия в самом начале, значит, танцуют коллективы, показывают интересные вещи. Плюсом идет сдача ГТО, потому что мы в 2018 году получили право на регистрацию центра тестирования ГТО. Это номер два. Ну и последний момент, самый интересный, это готовка 300-килограммового плова, и, значит, все желающие могут его попробовать. Мероприятие стартовало в 53-й раз. Помимо спортивных соревнований, на сцене развернулась культурно-развлекательная программа творческих коллективов ЮРГУ. Креативным решением стало то, что организаторы решили показать связь между поколениями. Ежегодно у нас проходит географическая эстафета ЮРГУ уже 53-й раз. Мне очень понравилось сегодняшнее шоу, когда показали эту связь поколения. Действительно, 53 года, а интерес к спорту не угасает. Меняются времена, меняются поколения. Но каждый год огромное количество студентов выходит, чтобы посоревноваться и показать свои достижения. Мне очень импонирует то, что наравне со студентами соревнуются и педагоги, и это, безусловно, сплачивает и делает такой комьюнити в университете. Праздник организует Институт спорта, туризма и сервиса ЮРГУ совместно с Министерством спорта Челябинской области и Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинской области. ЮРГУ – спортивный вуз. Именно так думает и ректор нашего университета Александр Шестаков. Это праздник спорта. Спорт в университете в большом почете. Мы имеем очень хорошую инфраструктуру. Я думаю, лучше в стране университетских инфраструктур для спорта. Но и мы очень много времени уделяем тому, чтобы наши студенты занимались физической культурой, наиболее успешным спортом. И в этом плане мы имеем серьезные достижения и российского, и международного уровня. Мы поддерживаем более 25 различных видов спорта. Это и хоккей, о котором мы сегодня говорили, это лыжные гонки, это легкая атлетика, это плавание и много чего другого. Поэтому мы можем предложить студенту участвовать в физической культуре во многих видах то, что ему по душе, и то, к чему у него есть склонности. Каждый год праздник ЮРГУ-спортивный вуз собирает на своей площадке около 3000 человек. Можно сравнить как с соревнованиями легкатлетическими, которые происходят на стадионе Елесина, и как под государственными флагами. Поэтому организация на высшем уровне. Я стала первой, но как бы тут не стандартно. Ну, я вот финишировал первой, но все же нужно сказать большое спасибо команде, потому что отрыв к моему этапу был уже 60 метров. Я его постарался увеличить. Ну, не знаю, получилось или нет, потом уже увидим. Поэтому парни отработали на 100%, но я постарался не проиграть. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области с целью сохранения и развития спортивных традиций. Для иностранных студентов нашего вуза прошел форум «Великая Отечественная война. Наша общая победа». Подробности далее. Для иностранных студентов нашего университета прошел форум «Великая Отечественная война. Наша общая победа». На торжественной части с приветственным словом выступили заместитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, член Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Скорнякова, заместитель Генерального директора фонда, Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области Ирина Тарасова и другие. Форум проводится в результате того, что наши иностранные студенты выиграли грант на проведение вот этого форума. Это была инициатива наших студентов, она была поддержана финансово правительством Российской Федерации. Форум проходил в течение трех дней. Его главная цель – повышение уровня знаний общей истории стран СНГ в период Второй мировой войны. На мероприятии иностранные студенты спели песню «Катюша» на пяти языках – русском, китайском, бенгальском, французском и арабском. Прочли стихотворения о Великой Отечественной войне, исполнили русские народные танцы и другое. А ансамбль гитаристов Юргу под руководством Дмитрия Чернова сыграл композицию «Темная ночь». Иностранные студенты приезжают в Россию для того, чтобы учиться. И, конечно, важно понимать историю той страны, в которой они обучаются. В нашем случае это Россия. Форум как раз проходит именно для иностранных студентов. Особый упор сделан на ближнее забубежье, так как мы все вместе, братскими народами, сражались против фашизма. Но также мы пригласили и из стран дальнего зарубежья студентов, для того, чтобы они поближе узнали вообще, что это такое, какого труда нам стоило нашим прадедам завоевать эту победу. После открытия форума для иностранных студентов прошел семинар «Вечер памяти», на котором выступили ветераны и герои России. Далее состоялось занятие с преподавателем кафедры исторического факультета ЮРГУ на тему Второй мировой войны. Во второй день пять команд иностранных студентов прошли письменный опрос о Второй мировой войне, приняли участие в «Квиз-плиз», посмотрели фильм «28 панфиловцев» и многое другое. Отметим, что данный форум проходит впервые. Его главным инициатором стал президент Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала Увинду Видживира. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok